ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, всё Ну как, видно сейчас? Нет Ну как нет? Обязательно должно быть Не видно Ну, я не знаю, должно быть видно Главное, чтобы меня было видно Вы там меня снимаете, да? Вы не против, что у нас всё снимается В интернет выставляется? Нет, 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 всё хорошо Потому что я хочу потом это видео кому-то показать Хорошо Ваш вопрос от Олега Синяева Так вы ему бы и задали Нет, нет, просто я Мне просто баптисты говорят, что этот Ну, после смерти 40 дней Ну, что ещё там Три дня, там 9 дней, что-то такое И вот они говорят, что такого нет в Библии И как вы думаете Ну, нету в Библии этого А почему я не двигаюсь? Мёртвый стоит Ну, ладно Как она? Я не пойму, почему? Ещё нет Так, это в Библии не написано Это в житиях святых написано И Василия Нового А там Феодора Цариградская За ним ухаживала когда И после смерти ей было это показано 40 дней душа идёт Вы можете в это и не верить Вас никто за это не укрикнёт Нет, я Я в это верю Просто мне баптисты говорят Я не знаю, что им ответить Ничего нельзя ответить Ничего нет Скажите, что это в житиях святых написано А в Библии это нету Они то святых не признают Они не признают Всё, значит, ответа для них нету Умрёшь, скажи, узнаешь Хорошо, следующий вопрос Да Вот где в Библии сказано За посты и за церковные праздники Они тоже мне говорят Там Ну Почему Там соблюдаем посты Вот там праздники Если в Библии Это ничего не сказано Вот В Библии много что не сказано Если бы всё писать Говорят, самому миру не вместить Так не надо понимать Что труд Духа Святого Окончился со смертью апостолов Церковь-то живёт невеста Значит, покупают платья и всё остальное Так сказать Убранство Красота В день брачный Когда бывает одно А через пять лет приди Уже у них другое И дом И дорожка к дому Мало ещё сделать могли А это церковь Христова Праздники А как же? Одни, говорят, различают дни Павел Пишет кремлинам А другие не различают Для Господа не различают Как не различать? Когда написано, что Чтобы отмечали субботу Не делали А субботу указывало на воскресенье Мы отмечаем воскресенье Христово Так было Константин тут великий ни при чём В воскресенье Он составил православное Вы всё православное взяли, скажи Так что благодарите Бога Вот насчёт Библии Какую лучше взять? Какой перевод? У меня просто есть украинский перевод Но я немножко там смотрел И мне кажется, что она не очень правильная Синодальный Только синодальный Я абсолютный сторонник синодального перевода 1876 года Это лучший перевод может быть в мире даже Сегодня это говорят специалисты А где её достать можно? В любом магазине Где православная церковь? Ну, у нас здесь Ну, как сказать Часто Ну, у нас, наверное, у церкви нет Библии Именно у нас И они закончились Там я их спрашивал Но У книжных магазинов Там Какие-то новые Мир Перевод нового мира Что-то такое Они там говорят, что это Свидетели Иеговы Да, да, да Это даже в руки не берите Они никакого отношения к Библии не имеют Они не переводчики Они просто Испохабили И всё А я им сказал Кто у вас переводчик Они говорят Это как бы Переводчик себя Ну, скрыл А как так? Я не понимаю Их проверяли Когда этих переводчиков в Англии А оказалось Что еврейский язык Пять-пятерых Взяли переводчиков Четверо Не могли ни одного предложения перевести Переводчики А у нас Переводчик один Павский Ярослав Петрович Он писал учебники Грамматики Для еврейских школ Вообрази Какое знание У нас переводили Четыре духовные академии Митрополит Филарет Архимандрит Макарий Алтаский Канонизированы двое Это лучший перевод Вот У них там картинок так много Я смотрел там много картинок Там между Между сторонками Там много картинок Я думаю О том дело Где ее достать Есть Я хочу на 77 книг себе Библию Да Да Но здесь большинство их Большая часть На 66 На 66 А я хочу на 77 66 издают Только люди Не православные Сектанты Церковь православная За 2000 лет Ни одного экземпляра Не выпустила 66 книг Ни одного Головку Мне немножко намочили Можно Не перекреститься Правильно Не перекреститься Еще Так Сколько стоит ваша книга Открытым глазом Я хочу себе Потом в будущем Купить Какая Открытым оком Открытым оком 40 иллюстраций Лучший иллюстратор библии Гюстав Доре Мы его раскрасили Она чудо как хороша И сколько стоит этот трехтомник Трехтомник 3000 плюс пересылка Угу Хорошо Каждая книга Каждая книга 752 страницы В твердом переплете С закладкой Видели ее В библиотеке у Путина Там я не знаю И Патриарху Подарены были А у вас есть книга Там где например Расписано Есть такая книга Сектоводство Или как-то так У вас есть что-то такое Чтобы Ну Как бы особенно было Чтобы спорить Ну например с сектантами И там у вас в книжке Все было бы хорошо расписано Нет Это открытым оком второй том Ага Открытым оком второй том Это все уходит У трехтомник Да это Нет нет Это совершенно отдельно Открытым оком 30 книг 30 томов А это второй номер Второй том Ну сколько она стоит она Она стоит Где-то 600 рублей Наверное Ага Это я могу с вами Мягкий переплет Мягкий Это я могу с вами Потом связаться И заказать У вас Да? Сейчас только кончим Я скину вам все цены И проще Но на Украину Очень дорого пересылка Дороже чем В Италию В Италию и то дешевле Ну там сколько будет Будет дороже чем Сама книга Да? Нет не дороже конечно Нет Не дороже Я не знаю сколько Четыре Новые заветы Второй том Открытым оком Но это может быть Тысячи Полторы две Не больше Ну хорошо Следующий вопрос Можно ли читать книги Святых Отцов Они там говорят Цитаты их Какие Повторите еще раз Можно ли читать книги Святых Отцов Не то что можно А нужно Нужно Просто мне баптисты сказали Что кроме Библии Ничего нет авторитета Потому и спрашиваю вас Они еще не понимают Они обманывают вас У них книжек полно Сборник духовных песен Которого в Библии нет Это они вам просто Говорят А доказать то они У них там разные Бакмелдеры Каревы Каргали И кого только нету Свои баптистские вожди А православие отвергнули А их книги Когда начинаешь с нашими сравнивать Да это как небо и земля Они очень-очень слабые богословы Ну просто как Я православный И у нас здесь Если честно сказать Ну Православных таких сильных Не очень много Там я живу в деревне Но баптисты Они Если общаться с баптистом То он как бы знает Библию он читает Ну понятно Что он понимает А вот наши православные Они Ну не читают Библию Там что ему батюшка сказал Там он Так и говорит Да это так и есть Так и есть Слабенькие Слабенькие Я честно Я если честно сказать Если не баптист Я бы даже никогда Не задумался Насчет Библию читать Или там Углубляться В этот Вот я Можно сказать Они мне помогли Углубиться В этот вопрос В эту И вот Я из-за них Начал читать Библию Вот они мне Как бы сказать Такое Как бы потолкнули меня Но они Мне начали Что-то так как бы По своему учить И я как бы Заметил что это не очень правильно Как бы они немножко Не так Не немножко Они не церковь Запомни Они не церковь Это просто собрались люди И разговаривают У них нет священства Нет таинства Нет литургии святой А раз нет Значит Ну мне Баптик Ну мне Баптик Он сказал Что их Мартин Лютер Рукоположил Это правда или нет? Мартин Лютер то Он же не епископ был Кого бы он Рукоположил то Монах Это не так Друг у друга говорят Говорят Лжепророки Воруют слова друг у друга Ну это он так не сказал У него нет Обманывает Скажи лжест Сарствие Божие не наследует А вы лжете У них не было епископа Ни одного никогда Бог не допустил Они последователи Дафана, Верона и Корея Число 16 глава Вот где они Живем в ад Так Следующий вопрос Вот здесь я смотрел Владимир Головин Такой есть Да батюшка есть Такой Да Он там говорил Про тату Тату Там задавали вопрос Это татуировки Это Расписи такие на коже И он там говорил Если тату Святыми Какие то там Ну святыми То разрешается Там цель Если набить А вы как говорите По этому поводу На этот вопрос ответите У меня это наколки Головин говорит Если они Какие то святые Какие то изображены То можно накалывать Головин говорит Он говорит Правильно это или неправильно Как накалывать Кого? На тело На тело Это запрещено Словом Божиим Не делайте Нарезов Наколок Письмен Открите Да Он говорил Если святых накалывать То как бы Это немножко Возвышает Как это Возвышает? Что вы думаете Ну я просто Задал вопрос Там смотрел Никак Никак Вообще не можно Никак Или как? Ага Все Понятно Вот Мне еще Баптисты сказали Что Святых отцов Что Не может быть Святых отцов Только есть один Святой отец А остальные Это люди себе так сделали Ну Святых отцов То есть На самом деле Они нет Святых Правильно говорят У них и нету Откуда они у них Из сектантов Еретики скажи Ошибка Там левитом 1928 оно есть Левитом Сейчас 1927 Про бороду 28 Да сейчас подожди Я тут не вижу еще Так Минутку Сейчас мы Левитом Там Сейчас Так Смотри Левитом 19 глава 28 стих Левит Считаем Ради умершего Не делайте нарезов На теле вашем И не накалывайте на себе письмен Я Господь Прямое Прямое запрещение Чтобы ни одной наколки не было Я не знаю где он мог говорить Что святых накалывать надо Первый раз в жизни слышу такое То есть грех Применить к святым Это грех наколку Мы храм божий Ну и что теперь Понятно Значит нельзя Хорошо Я не пойму А зачем это Зачем Когда есть бумага Есть иконы А зачем Ты что иконостас Ты что сделать хочешь Нет Я просто спрашиваю Потому что Мне интересно было Здесь люди Некоторые делают себе Такие Категорически Это преступники делают Нет Нет Я не хочу Никогда это Себе делать Не хочу Ни одной буквы Ни одной точки Я даже не думал Вот Вопрос Дальше Вот Мне Часто упрекают Баптисты Говорят Что мы выдумали Ангела-хранителя То есть где это сказано В Библии Что ангел-хранитель есть Вот Следующий вопрос А баптисты в это не верят? Нет Они не верят Да Мы сейчас покажем Вот мы считаем Матфея 18.10 Записывай 18 глава 10 стих Смотрите Не презирайте Ни одного из малых сих Ибо говорю вам Что ангелы их 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 Людей На небесах Всегда видят лицо Отца моего небесного Прямо сказано Что ангелы Баптисты Они Библию плохо знают Они знают только что Держать ее в руках Вы спросите Допустим Матфея 25 глава 10.10 Спросите Что такое девы Что такое масло Полночь Крик жениха Они ни одно слово Ответить не могут Так Так Следующий вопрос Вот Можно ли носить Длинные волосы И бороду Борода Должна быть Обязательно А волосы Короткие должны быть Если растет мужчина Волосы на голове Это бесчестие Для него Вот так Ага А А Это Насколько Кладкие Можно Для ушей Например Вот 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 Смотри Кто бы он не был Ага Но Борода обязательные Обязательно Без бородок Раньше даже на кладбище Не хоронили И Псалтырь По ним не считали Приравнили Копсам Смердящим Собакам Ага Тебя нельзя было И в храм-то запускать Стоял бы на крыльешке Где-то А вы еще и причащаетесь Зачем Ты посмотри на образ Христа С бородой Апостолы Все с бородами Пророки с бородами Иоанн Златоуст с бородой Василий Великий с бородой Кого тебе еще искать то Сектанты тут понятно Они еретики Динаминации Динаминации Конфессии Не верьте Скажи это слова Которые сатана придумал Прикрыли слово еретик Они еретики И вы с ними А он мне говорит Вы с ними Поменьше Встречайтесь с ними А то они вас Научат Богохульствовать Да я не очень С ними так Они там Свидетели Егора У нас здесь Очень зачастили Приходят Приносят свои книги Там разные Бог Его Говорят Правильно Бог Его Говорят там что Они говорят что Иисус Христов Это как бы не Бог Там только человек А они еретики Поэтому они лгут Не разговаривай ни с кем с ними Зачем тебе это делать Ты иди в храм Молись Придешь домой Считай Библию Если можешь Вам здоровье это позволяет это? Позволяет Слава Богу Ну слава Христу Не встречайся Не разговаривай Зачем тебе Отравлять душу свою Есть православные книги В храме Божьем Бери Считай На нашем сайте берите Там у меня 50 книг Насчитаны Ян Златоуст Все там Я вам сейчас поговорим Я вам скину сейчас туда Все свои реквизиты Говорите Следующий вопрос Еще баптисты говорят Что вот Среда и пятница Тоже нет там У Библии Почему вы там Ну вот вы там Соблюдаете эти дни И зачем вы себя Они говорят Так Как бы Бог бы не хотел Так что мы Как бы Заставляли себя Не есть там Только Такую еду А Господь говорит Рот лукавый Изгоняется постом И молитвой А они охмуренные дьяволом Поэтому говорят Сатана вышиб Павел говорит Я не пристану в постах Христос 40 дней постился Пророк Илья постился Иоанн креститель в посте А они нет Они никакого отношения Не имеют к церкви Поэтому и говорят Так А среду и пятницу В среду Иуда Сделал заговор А в пятницу Христос был распят В пятницу И поэтому церковь Определенно не отмечает А церковь Это наша любящая Мать А они то никто Приблудные И вот За За Божию Мать Вот они говорят Что тоже Там нету Библии Ничего за Божию Мать Ничего нету Вы там себе тоже придумали Да Придумали А ну давай посмотрим Вот Выключилось Все Ну еще я могу сказать Прямо как будто Специально кто-то Трудится Вышибает Ну что Специально не хотят Чтобы мы разговаривали Ага Ну тогда Я так понял Что тогда Мне нужно идти У церковь И чтобы меня Полностью По году Три даже там Да Вас как звать Андрей Андрей Она Божья Божья Матерь говорит Богородица Преснодева Мария Что призрел он На смирение рабы Своей Ибо отныне Вот от того дня Будут Ублажать меня все роды Будут А они не делают То есть они Никакого отношения К церкви не имеют Так что С них что спрашивать Еретики А еретики будут Сатаной в аду Она говорит Будут ублажать все роды И мы ее ублажаем Благословена ты в женах И благословен плод чрева твоего Яко родилась И Христа спасся Избавителя душам нашим Мы выполняем Библию А не они У меня есть старый молитовник Там сборка молитв Можно их там читать Там есть там Утрочные Там на вечер Читать А вот скажите Какие молитвы Молитвы можно Кроме отче наш Еще там читать Сутва на вечер Хочу знать А там же указано какие Ну там есть много их Там есть всю книжку Книгу всю Перечитать Каждый день Какие молитвы Вот мы считаем Псалтырь на русском языке Из Библии Псалтырь Утренние вечерние молитвы Считаем всегда И поклоны Чтобы у вас была Щетки Лестовка И поклонами Хорошо совершай крестное знамение Правильно Истово Как говорят И кланяйся Не меньше ста поклонов Что было Каждый раз И это молиться надо Не меньше Как семь раз в день Это Псалом 118 Сто 18 118 стих 164 144 Это сто раз поклониться Да Семикратно в день А сколько мы назначаем сами берем щетки 100 поклонов тут ангелу хранителю божьей матери христу святым мученикам стопах ну это баптист бы слушал что я божьей матерью молюсь он бы меня назвал язычником ну вот он еще с него спрашивать я еще раз говорю еретик он не причащается он не в церкви и поэтому с спрос какой за то что они церкви а разница уже никакой нет как он там живет и что он еретик поэтому ну что ему под руку попадет и говорит он не видел изображение бороду бреете а вы бреете и поэтому они глядя на вас тоже подражают мы сами даем пример чтобы вера православная хулилась я вам показала божью матерь будут ублажать вот что никогда не считал про это скажи как вы и ублажаете она делали дело по заде говорят а у ней были дети еще отойдет них они еретики ну вот если трудно изображениях на иконах видно вот иисус христос длинными волосами у нас рисует он не был назареем а там его не было бы назаре нет это рисует так она других и рисует короткие волосы посмотрите на я на оба этого златоуса волосы короткие николы щедотворца все волосы короткие иван иконштадтский по моему тоже длинные волосы это уже в россии вошло где-то лет 150 ну прям совсем недавно это стали делать а до этого этого не было то есть ну в общем это есть грех длинные волосы или это не обязательно носить это написано бесчестие в одиннадцатой главе до чего в одиннадцатой главе написано жили первой коринфянам или где это можно посмотреть сейчас скажу так него смотри 1 коринфянам 1114 я сейчас запишу давай 114 11 и 14 1 коринфянам 11 12 14 стих не сама природа учит вас что если муж мужчина растит волосы то это бесчестие для него и все потому что если честно я хотел себе длинные волосы потому и спрашиваю значит нужно стричь а да 3 сейчас обязательно ну вот на нас посмотри потом на ребят на наши ну я видел я смотрю ваш канал мне очень интересно ваш лагерь стан очень интересно там у нас к сожалению таких нет я бы я бы там к вам ну небо такой как бы у вас лагер вообще было бы супер а так к сожалению у нас нет таких как вас лагер это очень такой интересные смотрю видео там как вы воспитываете детей у нас здесь дети такие невоспитанные, молодежь такая, все такие матюгальники, курящие такие. Вообще так смотришь на это, думаешь, боже мой, куда, кто этих детей воспитывает? Вообще плохо у нас очень с этими. Вот скажите мне еще, вот есть, я когда-то, как сказать, тоже так любил немножко словом мотивиться, и сейчас я где-то уже так себе как бы сдерживаю, и уже начал привыкать, не мотивиться. То есть практически ноль. То есть говорят нормально, без этих плохих слов. Что нужно делать, чтобы полностью избавиться от такой заразы? Потому что немножко бывает... Страх Божий. За каждое слово гнилое. Человек ответит на суде. Пустое, ненужное. Мне 77 лет, я еще ни одного матерка не сказал. Я не знаю, как это. А как воздерживаться? А зачем воздерживаться-то? Это не наша природа. И воздерживаться не надо. Оно просто нам чуждо. Я не курю, мы в рот алкоголя не берем. Я уж не говорю там про наркотики и прочее. И никак не воздерживаемся. Просто живем и все. А еще воздерживаться-то? А от чего? Ага. Ну понятно. Я вот, слава Богу, уже избавился практически от этой заразы такой. Так неприятно, потом стыдно так мне стало. Как я так мог вообще говорить когда-то? Вообще. И вот еще таки такой вопрос есть. Как сказать? Есть такой грех, например, вот у моего друга есть такой грех, и он мне говорил, там, ну, немножко стесняется говорить. И идти к батюшке там на исповедь тоже стесняется говорить этот грех. И он говорил, что он рукоблудник. Ну, вы понимаете о чем-то. Я уже знаю, когда вы начали говорить, я знаю, другого нету. Это к священнику вопрос. К священнику. Он мне сказал, что он не может избавиться. Еще избавиться. Сколько ему лет? Ну, в восемнадцать где-то так. Молоденький еще. Надо работать и поститься. Работать надо до пота. Каждый день работать. Возьми себе за правило ты. Часов по десять в день работай. На тяжелой работе-то. Ну и все. Ты до постели не доползешь. Ну да. Ну он просто говорил мне, что если он остается наедине и начинает как бы сказать ему как бы бесы, карманный бес такой, как бы сказать. И он не может никак, он хочет бросить и начинает выбегать с дома, чтобы ему, как бы сказать, чем-то себя занять бы это не не заставлял его это делать. Он как бы не может себя контролировать. Вот так вот. Везде говорят. На любое действие есть контрдействие. Напротив-то. Пусть сам смотрит. Что у него? Работы нет никакой? Я не знаю, но он сейчас занимается спортом. Так, ну, ланчи. Спорт еще не дает, кроме беды. Вот это и есть. Пускай он неделю в рот ничего не берет, не ест, у него ничего и не будет. Постом и молитвой изгоняется демон. Пост и молитва. Сейчас будет идти такой большой пост. И какого числа? 25-го, да? 27-го начинается. А, 27-го, да-да. Это 7 недель. 7 недель до Пасхи. Вот у меня дома мать, моя мама, она когда постится, она абсолютно все убирает там, любую такую еду, оставляет только постную еду. Абсолютно. Чтобы, например, мы себя не спокушали там, если там бы видели кусочек там мяса или что-то еще там. Абсолютно все убивают. Но я сейчас в общежитии живу, и там очень тяжело. Там посты никто не держит. И едят такую еду всякую. И как бы сказать, не можешь удержаться, потому что они как бы тебя провоцируют. Неправильно. Я не знаю, как... Неправда. Я был в тюрьме, там вообще никуда не уйдешь. В армию, в лагере, и нигде пост не нарушал. Что, я не знаю, что ли? Это все глупости. Хлеб тебе дали? Дали. Суп какой есть там. Ну и что-то, компот возьми. И все. Мясо. Мы мясо вот не берем, у нас мяса вообще не бывает. Еще и воздерживается. Да все. А чего воздерживается-то? Растительная пища более полезная. Тем более у вас там есть фрукты. Мясо соблазняют. Да так хоть куда пойдем, все соблазняют. Но что соблазняют? Это что, подбих какой-то? Это веры нету. Веры нету. Страха Божия нету. Ну и живи полным ртом. Хватай. Да. Вот праздник был такой апостола Андрея Первозванного. Да. И вот баптисты там работали в этот день. Там сою собирали. Я говорю, ну почему вы праздник-то работаете, что не было других дней? Они говорят, какой праздник сегодня? Мы не знаем, какой праздник сегодня. Но я говорю, как не знаю. Это апостол Андрея. Они там что-то посмотрели на один одного и говорят мне, говорят мне, это вы себе придумали праздники, вы соблюдайте их. Правда. Я думаю, про что буду говорить им? Они еще не говорят, потому что они правы. Память это память, это не праздник, во-первых. А во-вторых, отмечают дни, говорят, отличают или не отличают, благодаря Богу. И говорить им об этом и не надо даже. Они правы. Ну, это было 12, по-моему, декабря там, Андрея. Разницы никакой. Тут они правы. Это не праздник. Памятная дата. А как понят праздник и не праздник, и памятная дата? Как отличить? Двунадесятые праздники, кроме Пасхи. Вы их перечисляете, знаете, есть господские праздники, а есть богородичные. Господский, это Христос преобразился, родился, верное воскресение. Ну, то есть, вот эти вот, троица. А Божья Матерь, это ее рождение, введение во храм, благовещение, неуспение, четыре праздника. А всего их 12. Еще есть воздвижение Счастного Животворящего Креста 27 сентября. Вот все вместе, это 12 праздников. Вот их надо отмечать, если есть возможность. А уже воскресный день, вот воскресенье, за субботу идет, это ты обязательно должен сходить в церковь, молиться и никакой работы не делать обычной. Да. Что еще хотел спросить вас? С головы вылетело немножко. Вы говорите, я уже понял, если бы вы с баптистами то не встречались, у вас бы ни одного вопроса и не было. А они вас в рай толкают. Ну да, пинками. Ну да. Я ведь тоже Библию-то получил у баптистов, пинесетников. Я бы тоже не знал, как бы с ними не встретился. А вот у нас здесь есть люди, которые перешли с православия, православие и баптизм. Это, я так понял, это неправильно, да? Они никакие не православные были. Они ничего не знали. Просто из мира пришли люди. А уже дальше это дело совести. Ну, еще баптисты говорят, что православие появилось в 1054 году. Ну, я говорю, это просто как бы назвали они себя православными, или как там? Такая всегда была. Никак, самочинники. А они не церковь. У них нет священства, нет таинства. И поэтому праздников нет. А они нет церковь, поэтому достаточно. А вне церкви нет спасения. Они говорят, что православные с 1054 года образовались. Он говорит. Православные идут от апостольских времен. От Христа, от апостолов. От апостола Андрея, который у них апостолом был. Что они говорят? Они истории не знают. У нас маптистов тоже хватает тут. Я их хорошо знаю. У вас есть тоже там, да? Они очень, очень невежественные. Они писания не знают, ни истории, а ничего. А не надо. Як написано. Ну, вот як написано и смотри. Извините меня, конечно, я немножко не очень говорю по-русски, но как бы стараюсь. Я там смотрел видео у вас. Есть, как вы говорили, с баптистами там немного. Я смотрел видео, еще там у вас есть интересное такое, как вы говорили, за иконы. Очень мне понравилось так. Вы хорошо показали, рассказали очень интересно насчет икон. Но я показывал. Да, да. Говорите, говорите. У нас на нашем видеоканале 6,5 тысяч роликов наших. Я смотрел, да. Так что вы там будете как в море плыть. Там у вас все полностью вы доказываете полностью там вопросы какие задают. А вот я еще посмотрел, что в последнее времени появились вот в интернете каналы такие как бы против вас такие, как бы сказать, плохие. Я когда-то их никогда не видел, но у меня они начинают как бы показывать меня в интернете. кто-то на вас так понял не очень вас там приветствует, любит, да? Обручительно. Это заповедь Божия. Гнали меня, будут гнать и вас. И желающие жить благочестиво будут гониме. Радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Тут ничего особенного то нету. Это такой путь христианина. Христа гнали, апостолов гнали. И кто? От лже-братьей. От своих же еретики. А если нас никто не трогает, мы никому не нужны. Если гонят это совершенно нормальное состояние. Это Господь делает, допускает, чтобы у нас была награда. А они-то этого не понимают, что делают. Прости им, Господи, и все. Да. У нас, когда батюшка приходит и освящает дом там на Йордан, по-моему, и вот там и они зашли, были когда-то к баптистке, женщины баптистке, и она их, как можно сказать, так легко как бы выгнала. Больше ко мне не приходить. Батюшка говорит, почему? Что я в вашей вере больше не состою, если пошла к нормальным людям. вот так можно сказать. Я думаю, не очень, женщина немножко не очень хорошо себя поставила, она показала себя не очень хорошей стороны. Когда сказала это, она как бы так злобно, как бы так, ну, понятно, что это все, эти сектанты, это, к сожалению, она, они ее затягли в свою секту, и все. Ну, хорошо, тогда спасибо вам большое за то, потому что за то, что вы уделили мне немножко времени, прошу прощения за то, что я плохо знаю русский язык. Я там насобираю еще несколько вопросов, возможно, или, или что-то еще там буду спрашивать вас, и тогда вам можно еще, да, и там через две недели. Вы русский язык знаете хорошо, зачем вы говорите плохо? У вас ни акцента нет, ни ошибок, вы русский язык знаете хорошо. Ну, немножко, как бы сказать, так, как бы мне что-то язык не хочет говорить, вот так. Вы свободно владеете этим языком, свободно. Ну, у нас здесь люди много, много говорят по-русски, потому что, как бы, у нас здесь много румунов, много, они там по-украински вообще не разговаривают. Вот румуны, я вам скажу, они такие православные, сильные, очень верующие люди, очень. А вот наши уже украинские так себе ничего не знают, там, ходят в церковь, так только бы, если только бы пойти, и все. К сожалению. Писание не знает, поэтому Майдан и горело там все. Всякая ересь там, всякие Сандеи, Журавлевы, кого-то там нету. Вы стали, Украина, это место свалки мировой. Всякая нечистая птица пристанищем. Сейчас вот этот президент вас с Америки не будет подкармливать, то вы, может быть, задумайтесь о жизни. Ну, я изначально был против этого Майдана, потому что вот сейчас, когда Януковича там убрали, вообще так плохо стало жить, что три раза доллар поднялся, это вообще никак не можешь прожить. У меня здесь инвалидная группа, я получаю там 1300 гривен в месяц, и это не можешь ни проучиться, ни прожить за эти деньги вообще никак. Плохо, конечно, что плохо, но с Божьей помощью все, все получается, все там, как бы там экономлю немного, и так. И вот хочу Библию купить, я вам говорил уже эту синодальный перевод, но у нас почему-то канонических здесь много, и на 66 книг. Ты ищи, ищи, молись, попроси священника, он ездит, священник может куда, скажи, мне достань синодальный перевод, 77 книг, к батюшке сходите. А у вас там нет синодального перевода? Сколько там у вас стоит синодальный перевод? Пожалуйста, Паллой, иди и покупай. Вам еще купить надо ее? Ну, я потом к вам с вами свяжусь, потом. Это мелкий шрифт, крупный шрифт, нельзя так покупать, надо вам самому покупать. Библия, разные издания, Патриаршие, которые были там и Брюссельские, все они синодальные, перевод. я такую Библию не решусь, ведь, потому что какую не купи, скажет, не такая, не такая, в смысле, шрифт не понравится. Там мне шрифт, слава Богу, у меня со зрением все хорошо, мне как бы шрифт не очень принципиально. Ну, тогда все, все, я вам сейчас скину материалы свои. Давай, с Богом. Еще, всего доброго, с Богом, до свидания. До свидания. Отключайся.